Сейчас предрождественское время, и очень часто встречаются разные люди с разными аудиториями, и так или иначе, но всегда тематика касается значения этого праздника и, следовательно, значения того, что же принёс Христос, что Он дал, и вообще зачем Он нужен. У верующих такого вопроса как-то не возникает подчас. Действительно, зачем Христос нужен? Говорят, ну, Христос – это же наш Бог, это наш Спаситель! А какой-то с язвой спрашивает, да? А от чего Он спас? От греха? Что это такое? Перестали грешить? Грешат! От смерти? Перестали умирать? Умирают! Так что же Он сделал? А посмотрите, сколько страданий в мире! Это же просто не перечесть! Какие ужасы творятся в мире! Сколько ещё миллионов от голода просто умирает людей! Не от чего-либо! А уже если говорить там о войнах, о болезнях и прочее, то здесь даже и вообразить невозможно! До чего это страшно? И вот один из главнейших вопросов, который возникает... Возникает у очень многих! Возникает, кстати, скажу вам, даже у верующих людей! Как часто приходится слышать такие слова «За что меня Бог наказал? Что я хуже других?» Как часто! К Богу протест! А действительно, как же понять пришествие Христа, для чего Он родился, если Он ничего внешнего не сделал? Ведь обратите внимание! Ведь Он же мог бы родиться сыном императора и стать императором, в конце концов! И мог бы действительно сделать какие великие блага принести человечеству! И в материальном отношении, и в плане социальном! Но отменил бы рабство хотя бы! Не отменил! Не отменил! Вы подумайте только! А уж накормить-напоить-то у всех! И говорить там нечего! И христианство бы все приняли! Ну, если бы такой великий царь всемирный, да, стал бы царём, но, конечно, его в веру все бы и приняли! Да ещё такие блага бы преподнёс человечеству! Все бы приняли! Вот всё тот же вопрос звучит! Звучит по-прежнему в сознании очень многих людей, особенно тех, которые вдруг заинтересуются церковью, заинтересуются христианством! Что же оно дало человеку? Потому что я говорю человечеству! Что же оно дало? Всё кажется по-прежнему! Мир такой же кровожадный! Кровь льётся! Так же рождаются люди, убогие, инвалиды! Всё исполнено того, от чего так жаждет освободиться человек! И вдруг говорят – Спаситель! Да, в древнем мире мечтали о Спасителе, но какого? Собственно, два только и было вида! Один из них, если мы касаемся ветхозаветного еврейского населения, они ждали и ждут Мессию! Кто такой Мессия? Мессия – это тот, который, как говорил отец Александр Мень, Царство Божие, что такое, говорит в иудейском понимании? Это внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле! Второй вариант, если берём уже вне иудейства, Иудейство – это римский, так сказать, вариант или языческий вариант, там этот тип не кого-либо, а император, который наконец-то ответит людям на их коренные извечные желания – хлеба и зрелищ! В довольстве дать! То, что сейчас можно перевести на наш язык, то это будет звучать приблизительно таким образом – хлеба, то есть материального изобилия. Ну, если изобилие, то, по крайней мере, достатка полного, чтобы мы не беспокоились о том, какие у нас будут пенсии или какие зарплаты, и будет ли всё в магазинах, и сможем ли мы купить хлеба. И второе – мы уже не говорим зрелище! Хотя на самом деле к этому культурное развитие! Возможности культурного развития, неограниченного, какой угодно эта культура! Да здравствует свобода! Чтобы была полная свобода! О которой, кстати, не могу удержаться, чтобы не перевести слов. Слов одного из авторитетнейших святых, святого Исаака Сирина, который говорит:"Невежественная эта свобода – мать всех страстей! Конец этой свободы – жестокое рабство!" Потрясающе указал самую суть! Вот то понимание свободы, которое сейчас всюду охватывает, охватывает всё сильнее мир, и идёт, естественно, западное это понимание свободы, это сатанинское понимание свободы! Дьявольщина действительно ведёт к такому порабощению людей, о котором подчас просто трудно было бы даже и представить! Ибо самое страшное рабство – это не рабство тела! Это не самое страшное рабство! Ещё Христос сказал:"Делающий грех – есть раб греха!" Один, если хотите, из стойков, из стойков первого-второго столетия нашей эры уже, нашей эры, эпиктет, он даже так писал и так говорил, кто свободен телом, то, о чём сейчас и говорим, права человека, свободы человеческие, кто свободен телом, но не свободен душой, тот раб! И, напротив, кто, хотя не свободен телом, но свободен духом, тот истинно свободен! Здорово сказано! Ну, просто великолепно! Видите, Исаак Сирин пишет позднее – это невежественная свобода! Для нас это очень важно, когда поставлен вопрос о том, что же сделал Христос и чего, что Он принёс, принёс человеку, и, если хотите, ну, и человечеству, не случайно вот эти вот слова, которые мы слышим, и которые повторяются, я говорю, о свободе, о невежественной свободе, и которые повторяются непрерывно, непрерывно, всеми, я бы сказал, не только величайшими, а просто разумными людьми, уж не говорю, всеми святыми даже, постоянно подчёркивается одна и та же очень важная мысль – что же составляет суть человека? Ибо если мы найдём, что, в чём она заключается, то, наверное, тогда мы можем сделать и необходимые выводы. Что же является в человеке самым главным? Ну, наверное, стоит обратить внимание, что постоянно идёт какая-то борьба в человеке двух начал. Ну, ещё помните, Тютчев писал «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся в рось, и жаждут разделения!» Об этом разделении внутри человека пишут все! Если говорить, например, о Новом Завете, то здесь даже апостол Павел, правда, на своём языке пишет, но это будет, я бы сказал, такой христианский, евангельский язык, или, если хотите, богословский язык, он называет это так – какие-то два человека! Один человек! Он называет его ветхий! Ветхий – то есть старый, изношенный, вот как одежда ветхая, изветшавшая! Всё, едва здесь дыры, здесь заплаты! Ну, вообще, даже неудобно никуда и появиться! Ветхий человек! И, говорит он, есть и новый человек! И, оказывается, действительно совершенно верно, уже он, апостол Павел, указывает на эту борьбу, которая ведётся где? Нигде не будет! Ой, как много мы говорим о внешних войнах! Боже мой! Сколько копий ломаем, кто прав, кто виноват! Сколько обвинений, согласий, не согласий! Здесь мы – борцы! И совсем не смотрим на то! Главное, что порождает все эти внешние вещи – та борьба, которая происходит внутри человека! Ну, о чём Достоевский, помните, хорошо сказал! Дьявол с Богом борется, а о поле – битвы сердца людей! Что такое ветхий человек? По-моему, здесь и особенных комментариев даже не требуется! Итак, уже мы сказали! Это вот тот идеал, который был и остаётся идеалом для всего, я бы сказал, человечества! Почти для всего... Ну, ладно, не буду уж так уже говорить прямее! Ну, почти для всего человечества! Почти во всех религиях! То есть, во всех религиях! Ну, почти, почти! Ещё в православии чуть-чуть ещё что-то такое о другом говорят! Но ничего! Скоро сметём с лица земли и православия! О чём же это говорят? Чем живёт человек? Вот именно этим! То, что кричали древние римляне – «Панамет царцензас» – «Хлеба и зрелищ!» Да, этого ищем! Ветхий человек... Под ветхим человеком апостол Павел разумеет вот эту нашу полную зацикленность, если хотите, исключительно на жизни тела нашей, и лучше сказать, это будет точнее, богословской плоти, потому что плоть – это не только тело! Плоть – это не только тело! В греческом языке это хорошо, эти понятия различаются – «сома» и «саркос». Так, это не только тело! Плоти! Под плотью, разумеется, вся совокупность жизненных запросов – тело, прежде всего, конечно, и затем души! А душа очень много просит! Ну что, душа очень много просит! Она тоже просит своего комфорта! Так же, как и тело! Ещё бы! Комфорт тоже нужен! В чём состоит, правда, этот комфорт? В чём? Если уж не говорить о чисто телесных параметрах этого, то, если понятно, какой комфорт? Это эстетический комфорт, во-первых! То есть, это чтобы мой глаз, мои чувства, мой слух, моё зрение, все мои пять чувств и даже ещё больше! Это же больше, чем пять чувств, наверное, всё-таки! Хотя говорят о пяти чувствах! Чтобы он находил что? Удовольствие, удовлетворение! И это касается особенно таких душевных потребностей, как чтобы ко мне относились все хорошо! Всё-всюду царила справедливость, вы понимаете? Справедливость царила, благожелательство, вежливость, культура! Вы слышите? Это уже не тело касается, кажется, это касается уже состояния моего душевного, чтобы меня все любили в конечном счёте! Вот так! Вот ветхий человек! Вот то, что он именует ветхим человеком! Что здесь плохого или хорошего? С одной стороны, это естественное, конечно, стремление человека! Естественное просто стремление! Выбрать себе сидеть не на каком-нибудь пне корявом, а сидеть на хорошем кресле! Вот жалко! Я думаю, тут слоновые кости будет, а тут, по-моему, не слоновые ещё, правда? Ну, ничего, ну ладно, так и быть, перебьёмся! Да! Это естественное стремление, конечно, человека и к внешним удобствам, удобствам тела и души! И в этом смысле я даже не могу сказать, что это хорошо или плохо! Ну, это просто естественно! Ну, хорошо или плохо, что мы дышим? Что мы хотим, чтобы воздух всё-таки был чистый, а не какая-нибудь дрянь там и так далее! Это просто естественное стремление! Но это естественное стремление, оказывается, оно только до поры до времени естественное, где есть некая грань, перейдя которую, оно становится противоестественным! Да, противоестественным! Мне естественно покушать, но... Естественно выпить, но... Естественно вступить в брак, но... Разве мы не знаем, сколько но здесь? Мне естественно, чтобы было удобно в доме всё... Всё, но... Мне нужно... Мебель должна быть? Должна! Но! Какая? И так далее! Без конца! В общем, вы знаете, для чего интересно! Если мы обратимся к святоотеческому наследию, для людей очень, может быть, далёких, я не знаю, кто здесь присутствует, у меня ещё дара прозорливости, к сожалению, нет! Почему-то я не получил до сих пор, не знаю, патриарх виноват или кто-то, но надеюсь, что получу, может быть, дар прозорливости. Но для светских людей можно бы сказать, может быть, иным образом можно бы сказать, что, оказывается, можно перейти грань того, что действительно для меня полезно, а что для меня может быть и вредным. Ну, есть это необходимо и полезно, но объедаться, извините! И врачи, и все медики прямо кричат! Кричат! Вы что? Нужно есть всё-таки нормально! Что такое нормально, правда? Я помню, как одного человека лежал в больнице, ему сказали, необходимо пять раз в день кушать! И ещё о другом сказали, и противоположной функции, о чём я молчу уже в таком хорошем собрании! Да! Сколько там всё ещё? Сколько раз надо? Это бедный пришёл в ужас! Говорит, как это такое можно?! Да! Интересно, что на святоотеческом языке вот эти аномалии, эти отклонения от того, что действительно человеку необходимо, даже я не говорю полезно, просто необходимо, эти вещи, конечно, противоестественные, и в христианстве они именуются грехом! Знаете, как интересно, что такое грех? Прежде всего, это вещи, оказывается, если говорить даже на основании телесных потребностей, это что такое? Это то, что вредит моему телу! Выпить – ничего! Но напиться? Вы что делаете? Разве так можно? Есть – ничего! Но объедаться? Разве не знаете, что будет? Медики говорят, что почти, ну, в принципе, почти все наши болезни! От чего? Можно я выражать грубо? Извините меня! От обжорства! И прочих всяких вещей! Вот! От всяких таких всё! Мы же не можем остановиться, оказывается, когда говорят, самое правильное питание какое? Остановиться в тот момент, когда чувствуешь уже всё, но ещё немножко хочется есть! Остановись! В этот момент, когда ещё немножко хочется есть, и увидишь потом, наш организм, оказывается, устроен! Устроен как? Как и вся природа, кстати! Вся природа устроена! Запасаться впрок! То есть, с излишком! С запасом! И вот этот запас, когда мы в себя его вливаем или проглатываем, оказывается, это уже избыток! Хотите быть здоровыми? Надо научиться! Когда ещё хочется немножко есть, остановись! Воздержно есть! Кстати, один из наших святых, Тихон Воронежский, святой 18-го столетия, он такую формулу, если хотите, высказал! Воздержно яждь! Понятно? То есть, воздержно ешь! Воздержно яждь! Воздержно пий! Пей! И здрав будешь! Пей! Точно! Он указал на самое такое основополагающее, что в нашей жизни практически постоянно присутствует наша жизнь! Итак, грех, оказывается, что он называет грехом в христианстве, это любое противоприродное действие, против того, что присуще моей человеческой природе! И, обращая на это внимание, это чрезвычайно важный момент! Почему важный? Потому что, к сожалению, часто думают, грех – это что такое? Бог дал какой-то закон, ну, просто вот дал – и всё, закон! И если мы его нарушаем, мы погрешаем против того закона, который он дал, то есть против самого Бога! И теперь за это ждите! Нарушили правила движения? Ждите! 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 Нет, оказывается, совсем другое! Иоанн Богословов как хорошо об этом пишет! Грех есть беззаконие! Какое? Мы нарушаем природу нашу человеческую, устроенную как Богом! Закономерно устроенную! Закономерно! Которой нельзя! Мы же поражаемся! Посмотрите, все учёные, биологи, медики, они же просто потрясены бывают! Удивительно устроен даже наш организм! Так же наша психика устроена! Не нарушайте эти законы! Вы себе повредите! Вот оно в чём грех! Грех объедаться! Разве непонятно, почему? Грех напиваться! Вот, оказывается, почему! Не против того, что Бог установил вот этим двуногим, чтобы им, так сказать, не очень хорошо жилось тут на земле! Нет! Наша природа вся закономерна, прекрасна, чудна! Не нарушай её! А Бог? Когда мы нарушаем... То есть, что мы делаем? Мы приносим себе рану! Мы себя калечим! Мы себя уродуем, оказывается! А Бог? Что? Давайте представим, попробуем! А что с Богом происходит? И вот мы видим два совершенно различных взгляда! Один – действительно православный, другой – глубоко ошибочный! В чём заключается православный, правильный взгляд? Бог всегда близ нас есть! Это врач, который стоит, который сказал нам – не делайте вот этого! Вы себе повредите! Заповеди – это что такое? Я заповедую вам – не делайте этого! Вы будете страдать! Мы делаем! Ну, подумаешь, врач сказал мне – не делай этого! А мне хочется! Помните, как один – пьяница! Ему запретили пить! Он говорит – ну, врач, ну, с кофе-то можно немножечко коньячку? Ну, говорит – ну, ладно, с кофе можно! Он доволен! Чашечку кофе, бутылку коньяку, выпил, говорит – ох, как хорошо, доктор! Лучше не придумаешь! Ну, без таких сравнений, вы знаете, не обойдёшься! Оказывается, Бог – это только врач, который заповедал нам, как жить, если мы хотим быть какими? Здравыми! Если хотите какими? Счастливыми! Нормальными! Заповедует нам! Каждым грехом, оказывается, мы раним себя! Он стоит и готов, тем не менее! Бог не изменяем! Он есть любовь! Это есть врач, который что бы мы ни делали, он стоит и ждёт! Не обратимся ли мы к нему за помощью? Какая-то помощь? С чем это такое мы должны обратиться? Это именуется на христианском языке – покаяние! Покаяние! Прости, Господи, опять я по гвоздям пошёл! Я пошёл по гвоздям! Что такое греховная жизнь? По гвоздям! Ты говорил, предупреждал меня, не ходить, тут гвозди торчат! Вбитый гвоздик и острым! Не ходи босиком! Опять я пошёл! Господи, помоги, прости! Врач! Вот оно, христианский взгляд какой! Насколько это важно? Это понимать! Это в высшей степени важно! Почему? Я понимаю, что я в данном случае не воюю против Бога! И Бог против меня в данном случае тоже не как Юпитер, знаете ли, римский – это громовержец, который готов молниями и громами поразить! Он стоит, присутствует! Аз есть с вами до скончания века, как сказал Христос! Я сегодня и днесь и тот же во веки! Стоит и готов принять малейшее наше чувство покаяния! А что это значит? Когда я обращаюсь к врачу, говорит – да, ах, у вас это? Ну, пожалуйста, вот примите это, и вам будет хорошо! И вам будет хорошо! Вы слышите, кто такой Бог-то? Ну, правда же, интересный взгляд! Взгляд, который, к сожалению, почти утерян! Все понимают – это грех чуть не вражда против Бога уже, я враждую, что Бог мне за это всыпет как следует! Вы слышите? Это что за такой взгляд на Бога? Оказывается, Бог за то, что я что-то делаю, Он меня казнит! Он говорит – не я себя казню, вы слышите? Это не я хожу по гвоздям! Нет, я хожу по гвоздям, потому что за что меня Бог наказал? Это Бог меня наказал! Я пьян, у меня цирроз печени! Цирроз печени – это Бог меня наказал! Причём надо учесть, что когда православие говорит об этом, то оно говорит не только об этой грубятине, от которой я привожу примеры, ну, естественно, они самые грубые, говорит о вещах куда более серьёзных и тонких! Каких же? Например, осуждение! Ну, а кто не осуждает? И мы так спокойно к этому относимся! Ну, что мы не знаем, что он паршивец, а она дура, а он вообще-то не знает, кто это такой! Так себе запросто! Оказывается, христианство предупреждает! Если Бог сказал, что это грех, значит, знай, ты этим ранишь себя! Нет, а чего я тут раню? Особенно, если я про себя подумал! А если я говорю о ком-то... Ну, скажу проще! Вот он такой паршивец! Вы знаете, что я сделал? Значит, я не такой паршивец! Я лучше! Понятно? Оказывается, когда я осуждаю другого человека, я себя кем ставлю и мыслю! Подумайте только! Помните, святитель Феофан произнёс эту потрясающую фразу? Я чуть-чуть её переделал для лучшего звучания! Сам дрянь дрянью, а всё твердит, говорит, я не такой, как прочие человецы! Слышите? Православие обращают внимание на что? На душу, на состояние нашей души, говорит, даже в мыслях не позволяйте себе какой-то неприязни к другому человеку! Эта неприязнь – это есть ничто иное, как бумеранг! Любое грех делом, словом, мыслю против другого человека – это есть ничто иное, как удар по своей душе! Ох, если бы мы это поняли и приняли! Это очень трудно! Это, вы слышите, удар по кому? По себе! Ну, третий закон Ньютона, мы все знаем – действие равно противодействию! Вот так! Чем сильнее я головой вдарюсь о стену, тем стена вдарит мне по голове, или как это понять-то? Я вот точно не могу тут даже сообразить! Но головка, по крайней мере, это, так сказать, будет ощущать достаточно! Всё будет понятно! Оказывается, православие указывает на что? На то, что вот это наше внутреннее состояние, вот это наше душевное состояние, если оно противоречит нашей природе, нашей человеческой природе, то нам будет плохо! И плохо будет во всех отношениях! А чему это противоречит нашей природе? Где она, истинная природа? Где эта норма природы? Где она? Вот здесь какое великое благо! Когда мы имеем норму человечности в Евангелии! В Евангелии! Основной закон Евангелия! Основной закон! Что есть? Мы отвечаем, не что есть, а кто есть! Кто же этот основной закон? И вдруг читаем там потрясающие просто слова! Бог есть любовь! Бог есть любовь! Вот он, закон нашей природы человеческой! Вот на каком пути! Только сохраняя это, максимально сохраняя это в своей душе, не позволяя отступать от этого принципа жизни, не позволяя своим мыслям, чувствам, желаниям, отношениям, уж не говорю делам, только не позволяя это, мы можем действительно сохранять свою эту природу в целостности, и можем действительно тогда приобрети то благо, которое приобретает любой человек! Представьте себе! Тяжело заболел, и вдруг выздоравливает! Какая радость! Какие были боли! Какие переживания! И вдруг выздоравливает! Христианство говорит, что само совершенство, а мы все слышали о словах «святой», «совершенный», «преподобный», оказывается, есть это не что иное, как, прежде всего, исцеление вот этих наших несчастных страстей и страстишек, которыми мы мучаем и наказываем сами себя!» Так вот, православие говорит, что наше духовное состояние... Кому нравится душевное? Ну, пожалуйста! Хотя душевное – это уже психология, это нечто более поверхностное! Наше духовное состояние, которое определяется чем? Вот этой степенью пребывания в нашей душе, или, назовём так, любви! Любви! То есть благожелательства к человеку! И не только к человеку, а вообще ко всему! Скажу вам, даже к самой природе! Часто говорят о проблеме экологии, экологии души! Даже здесь, если, оказывается, это наше состояние, степень нашей или ожесточённости против всего на свете, или напротив любви! Оно... Оно – это состояние, выявляясь, обязательно выявляясь вовне, нашу жизнь и нашу деятельность всю формирует соответствующим образом! Формирует её! Ну и действительно! Когда начальник разозлился, в этот день лучше не подходить к нему с просьбами! Не правда ли? Даже взять такой простой пример! И напротив! Если хорошее, благожелательное настроение, вот здесь как раз самый момент! Не потеряй его! Дух творит в себе формы, говорим мы! Именно так! Духовное состояние человека определяет правильность или ложность, успешность или неуспешность всей его деятельности во всех сферах! Мы действительно стоим перед вопросом, что дал Христос человеку? Что Он дал? Он открыл вот этот закон, благодаря которому человек может, зная его, может действительно приобрести, не побоюсь сказать, такое слово сильное – счастье, даже будучи в самых, в самых несчастливых условиях! Можно было привести множество примеров, приходится в большей части приводить самый такой, может быть, один из, ну, наиболее что ли близкий, интересный пример, когда оптинского монаха, ну, которого мы называем сейчас старцем, Никон Беляев, после революции был арестован, с бесчестием был арестован, а не как-нибудь, брошен в тюрьму, он сумел передать записочку. На записочке была одна фраза – «Счастью моему нет предела!» все были потрясены! Это он, остриженный и обритый, одетый в какую-то, я не знаю, рвань, в ши, шпана, ругань, насмешки над ним, и вдруг такое написать – «Счастью моему нет предела!» Это самый близкий нам... самый близкий пример! На самом деле, в житиях святых мы находим немало таких примеров! В житиях немало! Но если скажут так – ох, это было давно! Это написали в книжках в житиях, это преувеличивают! Это вот пример совсем, я бы сказал, ну, сто лет уже теперь, конечно! Почти сто лет прошло с этого периода! Но это вот реальный факт! И я скажу, и перед этим реальным фактом становится понятным, когда нам говорят, что множество было случаев в первые три столетия, когда христианство подвергалось гонениям, когда было много случаев, когда палачи бросали свои орудия пыток, бросали перед лицом вот судейской коллеги, и говорили – «Я христианин!» Участь их была совершенно однозначно! Их немедленно казнили! Кстати, чем? Вот она, сила христианства! Но это уже другой вопрос! Я хочу сказать, что, оказывается, вот это следование этой норме человеческой жизни, норме, а эта норма, если хотите, или закона, как хотите, это закон любви, а не чего-либо другого! Этот закон даёт действительно счастье человеку! Какое?! Какое?! Откуда?! С какой стати это Никон, Никон этот преподобный, заявил в этих ужасных условиях, да, заявить счастью моему нет предела?! Откуда?! Этот вопрос может возникнуть только у человека, который не верит, что Бог есть! Если Он есть, тогда, скажем так, подобное соединяется с подобным! И если Бог есть любовь, то подобие, уподобление Богу, стремление к этому уподоблению, приложение сил, которые только у меня есть, чтобы уподобляться Ему в этом, так соединяют человека с Богом! И напротив, кстати! И напротив, кстати! Преподобный Антоний Великий! Вы знаете, в церкви не так много людей, которые именуются великими! То есть это действительно были люди не только подвижники, и не думайте, что это просто подвижники, потому что иногда часто к этому сводят всё величие! Да ничего подобного! Да, они были и великими подвижниками справедливо, но величие не в этом заключалось их, а совсем другом, что они достигали действительно такого очищения души! они просто не ели и не пили! Души от страстей, что они действительно становились богоподобными людьми по своему духовному состоянию! Так вот, это Антоний Великий, в частности, пишет, что, когда мы живём потому, что заповедовал нам Господь Иисус Христос, мы становимся подобными Ему, мы соединяемся действительно с Духом Божьим и становимся теми, которые испытывают действительно в своей душе вот это состояние радости, ну, счастья, ну, блаженства, как хотите называйте! И напротив, говорит он, когда же мы поступаем вопреки этому закону, то стоит обратить внимание, то мы соединяемся с демонами-мучителями надо комментарии? с демонами-мучителями, ибо подобное соединяется с подобным! Он предупреждает! Он ничего нового не говорит! Он, собственно, говорит то, что в Евангелии есть, но Он предупреждает! Не ходите к шпане! Неужели вы не понимаете, что там будет с вами? Неужели настолько глупые? Соединяемся с демонами-мучителями, что они делают с душой человеческой? Мы знаем! Вся история человечества чем написана? Кровью! И страдания человечества не прекращаются ни на секунду, непрерывно! И, пожалуй, чем дальше, тем больше! Последние столетия XX века, наверное, по количеству пролитой крови, по количеству перенесённых страданий, наверное, превзошло все предшествующие века! Это вопреки той гуманистической идее розовой, когда человечество будет развиваться, и оно будет становиться всё более гуманным! 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 Мы видим этот гуманизм! Достаточно одного XX века, чтобы понять, что это такое! А почему? Совершенно понятно! Если почитаем историю, под чем оно живёт? Только одним ветхим человеком, о котором мы говорили! Так вот, здесь мы подходим к такому весьма важному, я бы сказал, выводу, который, как мне кажется, будет отвечать на вопрос, поставленный в самом начале, уже чуть ли не час тому назад! Да, извините, что уже чуть ли не час тому назад! Что же дал нам Христос? Почему празднуем так Его? Посмотрите, сейчас Рождество! И радуемся! И действительно праздник, пожалуй, самый весёлый! Потому что самый торжественный другой праздник! Это разные вещи! Я о Пасхе сейчас не говорю! О человечестве я не говорю! Я говорю о человеке сейчас! Почему? Он дал нам ключ, в котором открывается ларчик, именуемый Царством Божьим! Где? Где Царство Божие? Помните, спросили его иудейские, еврейские, фарисеи, языковые, где? Он ответил! Нет! Не будет Царство Божие где-нибудь, в какой точке! Нет этого, где Царство Божие внутри человека есть! Вот, оказывается, где этот драгоценный ларчик! И вот какой-то к нему ключ! Он открыл нам этот потрясающий закон нашего бытия, нашей жизни! Вот на каком пути мы можем получить то, что именуется счастьем! Причём когда? Даже в самом жестоком несчастье! Я не случайно привёл пример с этим преподобным Никоном Беляевым! Таких случаев множество! Да! В самых невероятных условиях люди находились и испытывали счастье! Потому что где Бог, там любовь! А скажите, пожалуйста, есть ли что большее, что принесёт человеку радость, блаженство, я не знаю, что, рай, чем любовь? Когда в сердце есть любовь – всё! Так человек обладает всем, потому что это есть сам Бог! Я не хочу уже сейчас говорить о том, каким извращением подчас подвергается это понятие любви! Этого нужно знать, но это больше нужно знать для тех, кто хочет несколько более духовной жизни! Может быть, для монашествующих, да, этого нужно! Потому что, к сожалению и великому, это высочайшее понятие любви подвергается подчас жестоким искажениям! Пример я скажу вам только! Католические святые – это беда! Беда! Там любовь поняли, как чисто вот это наше, вот это чисто душевное явление! Душевное, но не духовное! Их величайшие святые играют в романы со Христом! Если вы посмотрели, как отзываются наши святые, взять даже один только XIX век! Один за другим! Как они отзываются об этих святых? Вы просто ахнули! Жалко, никто даже не знает этого! Это же прям беда какая-то! И поэтому подчас сводят диалог, даже сводят к тому, почему не снялись с католичеством! И говорят, там, Папа, Филиоку, ну, правда, Папа и Филиоку, да не это главное! А то, что исказили саму духовную жизнь, подменили любовь божественную! Какую это божественную? Когда мы в силу исполнения заповедей и исцеления от страстей действительно соединяемся с Богом, потому и божественную! Подменяем плотской! Я не говорю телесной даже, а плотской, которая часто доходит до всего! Плотской этой романтической, этой культурной, этими воздыханиями, этими слезами! Я вам скажу, это такая беда! Это просто беда! Я почувствовал, что такое любовь! Мы взглянули друг на друга! Мы – это она, Иисус Христос! И мы всё поняли без слов! Не было ни борьбы, ни страданий, ни переживаний! И маленькая бедная Тереза утонула, как капля воды, в океане любви Христовой! Ой, сердце заходится от сладости! Да простят мне католики! Я не обвиняю эту Терезу! Я не смеюсь над ней! Она воспитанница уже этой церкви! Она, бедная, ничего не понимала! Ей никто ничего не сказал! Не сказал самой главной вещи, что божественная любовь не может возникнуть в том человеке, который не препобедил всех страстей! Об этом пишет Исаак Сирин! Душевность и духовность – вещи совершенно различные и взаимоисключающие! Святые отцы пишут, что вот эта вот любовь, о которой они говорят, полностью исключается, когда человек приобщается к действительно любви духовной! Нет никакого романтизма! Нет этой разгорячённости крови! А то и до чего доходит? Борьба с Богом! До диких, до сатанизма даже доходит! Я недавно прочитал одного афонского, да, борьба с Богом! Нужно победить его! Господи, только сатанизм прямой! И часто люди, не понимающие, приличаются чем? Так это же Афон! Ах ты, Господи! О, Боже мой, что творится! Это, оказывается, слово, имя нас уже сражает! Почитайте, что пишет Исаак Сирин – нет другого пути! Почитайте, что афонский старец Ефремор мраитит, что пишет! Нет, невозможно приобрести любовь, если мы не будем исполнять заповеди Христовые! Нет другого пути! А Порфирий, который, кстати, канонизировала Канцинопольская церковь, пишет – не боритесь со страстями! И потом дальше подумайте! Вам всем понравится! Сделайте щёлочку в своём сердце, чтобы допустить туда любовь к Христу! Что это такое? Это что такое? Не боритесь с грехом! Не боритесь со страстями! Какая беда! Какое антихристианское, антисвятатическое направление! Вы понимаете, перед чем мы стоим? И откуда идёт? Католический Запад, лирика, романтизм, разгорячение, любовь превыше всего! Нет, говорит православие, там истинной любви, где нет жизни по заповедям, где нет покаяния, где нет искоренения страстей, где нет побеждения своего Я! Я просто хочу сказать – два полюса, не сводимых друг к другу! И сейчас мы стоим перед очень серьёзной вещью! Западные христианства, оно всё действительно в прелести! Есть такой термин! Всё сводит религию к этим возвышенным переживаниям! Не к покаянию, не к познанию из себя, а к возвышенным переживаниям! Преподобный Пётр Дамаскин великолепно выразил, если хотите, суть православной духовной жизни! Сначала я скажу не его, а сначала скажу, что говорит преподобный Семён Новый Богослов! Он говорит – тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека чему? Чему? Ответ! Католический ответ! Как чему? Любви! Горению сердца! Души! Нет! Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, познанию себя! Я только тогда могу признать Христа как Спасителя, когда я увижу, что я действительно погибаю! Вот только когда... Вот когда я начинаю только приходить ко Христу, когда Он действительно становится моим Спасителем, когда я начинаю это видеть, и Пётр Дамаскин говорит, что в духовной жизни человек приходит к чему? К критериям, если хотите, мерилом правильного пути духовного состояния. Это видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской! Ни ангела, ни Бога, ни Иисуса Христа, с Которым начинают играть романы! Нет! А приходит человек к видению, что даже молиться-то я не могу! Прости меня, Господи, я чувствую себя недостойным! К познанию себя! К видению своей греховности! Ведь мы ни минуты не ведём себя так, как надо! Первым признаком, пишет Пётр Дамаскин, начинающегося здравия души... Вы подумайте только! Вы послушайте только! Первым признаком... Первым! Первым! Дальше! Начинающегося... Опять первым! Начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской! А не эти романы со Христом! Не эти ликования, не эта борьба с Богом, как... Не буду ж называть ещё один афонский! Да! Я вам скажу, мы стоим сейчас перед тяжелейшей ситуацией, когда стёрта грань России с Западом, когда всё, что угодно, к нам хлынуло, как грязный поток! Так очень легко мы сейчас можем превратиться в католиков, но повесим на себя православие! Вы знаете, что там случилось? Тысячу лет тому назад! Всех святых признают! Так? Но стали руководствоваться, стали только читать, стали подражать... Знаете, кому? Новым, так называемым, святым! Фома Кимбийский, Фома Аквинский, Тереза Авильская, Катарина Сиенская, Игнатий Лайола... Так, всё понятно, правда? Правда, понятно? Так, так, понятно? Понятно? Так, чем мы сейчас живём? На кого мы ссылаемся? Ой-ёй-ёй! Уже древние отцы – всё! Мы их признаём! Великие и святые! Слава Богу! Мы кем? Новенького нам подавай сейчас! Новенькими мы интересуемся уже! Я помню, мне пишут монахи... Двой монах говорит – Алексей Ильич, что такое творится? Привезли мощи Иосифа Исихаста! Я говорю – так он же не канонизирован! Так в том-то и дело! Но уже мощи развозятся! А я потом посмотрел, мне прислали – Иосиф Исихаст! Боровался с плотской страстью! И, наконец, однажды опять этот бес явился ему! Он схватил этого беса за волосы, выдрал у него клок, и тот свизгом от него убежал! И что пишет о себе? И я почувствовал полное бесстрастие! Восемь лет боролся! Бедные, я думаю, Пимены, Антонии и Макарии! Пимен говорил на закате дней своих, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я! Это бесстрастие! Макарий Великий, которого называли Богом земным, кто читает утренние молитвы, наверное, должен обратить внимание! Боже, очисти мя грешного! Яко ни кали же никогда же сотворих благое пред тобою! Это что такое?! Сисой Великий умирает! Его лицо просветилось, как солнце! Собрались старцы, не могут смотреть на него от сияния! А он умоляет ангелов ещё дать время на покаяние! А, оказывается, критерием истинности являются даже не чудеса, не прозорливости! Оставьте, святые отцы! Не это, за чем сейчас гонятся все люди! Что нам всем надо? Чудеса, конечно, и прозорливость! Не это, а познание своей греховности, познание своего недостоинства – первым признаком начинающегося здравия души! Вот что является! Поэтому беда, когда мы читаем «Бог знает что» и научаемся! Вот, оказывается, вот для чего пришёл Христос! Почему мы празднуем Его? Он открыл нам действительный закон нашей жизни! Он открыл нам, что грехом является не нарушение какого-то закона, который Бог оттуда спустил, а нарушение законов Своей природы, когда мы казним себя своими грехами, а Он только как врач любопильный стоит готовый каждому помочь! И мы видим, что множество тех людей, которые действительно стали следовать Его, Христу, Христа, Слову, какое благо они получили в своей жизни! В самих скорбях, в самих скорби что оказывается? Это не наказание Божие за грехи наши! Ибо, как пишет Иоанн Затауст, если бы только Бог был справедлив, то мы бы мгновение не могли бы прожить! Были бы тут же испепелены! Нет! Нет! Грехами мы сами себя раним и наказываем! Он только как врач стоит, готовый помочь нам! И скорби чем являются? Скорби чем являются? Являются ничем иным, как указанием первое! Сейчас скажу! Представьте себе, если бы мы потеряли чувствительность! Я подхожу к огню – я ничего не чувствую! Я насыпаю на гвоздь – я ничего не чувствую! Я пью кислоту – и ничего не чувствую! Что бы наступило? Смерть! Разве непонятно? Это была бы смерть! Чем является скорби? Тем, когда я чуть-чуть... Заноза мне только вошла! Я весь... Ой, где она такая... Реакция! Это же, оказывается, необходимая здоровая реакция! На что кричит мой организм! Ты что?! Спасай! Вытаскивай занозу! Скорби – это свидетель тех ранений, которые получаем, во-первых, мы сами, во-вторых, награждаем наших детей! Детей награждаем! Посмотрите! Недаром же, посмотрите, от пьяниц, кто рождается бедный, как часто рождаются уроды! От наркоманов как часто! И это мы замечаем! Но мы насколько близоруки, что просто дилды, такие грубятину, мы замечаем! Нельзя пьяным, нельзя наркоманам! А когда мы живём самым непотребным образом, когда направо-налево всех осуждаем, злимся, обманываем, лукавим, притворяемся... За что же меня Бог наказал? Такого праведника? Бог меня наказал! Я по гвоздям хожу, Бог предупредил меня – не ходи! А интересно! Знаете, пяточку пощекочет! Помните, когда Чичичка у коробочки был? Его положили спать, коробочка сказала, а не почесать ли вам пятки на ночь? Мой покойный супруг очень любил! Замечательно! Вот природа скорбей! Это знак того, в каком состоянии мы находимся! Вот почему страдают наши дети! Мы их наградили! Но что дал Христос! Недаром Христос рождается, охватывает радость! А оказывается, мы не материалисты, для которых всё – жизнь и окончена! Болен ребёнок – и всё! И всё теперь! Нет! Нет! Это, оказывается, даже сама эта болезнь, даже все страдания – это есть ничто иное, в конечном счёте, как знак милости и любви Божией, благодаря которому только следовательно человек получит ещё большее, ещё высшее благо! Ибо когда мы потерпим с благодарением Богу, с благодарением, повторяю ещё раз, Богу, с мыслью о том, Господи, достойное по делам своим мы получаем, если человек так подходит к страданиям и скорбям, непременно он получает утешение – и внутреннее, и внешнее! Вспомните, когда разбойник правый сказал – достойное по делам моим! Что он получил? Сегодня же будешь в раю! Вот указан нам путь! Кстати, путь к чему? К правильному отношению к скорбям и страданиям! Здесь только миг мы живём, а нам обещана вечность! И надо понять, есть ли Бог, есть любовь, следовательно, ни одна капля, я подчёркиваю, страданий, которые происходят здесь, не является бессмысленной, не является бесполезной, не является бесплодной! И, образно говоря, она вознаградится в миллиарды! В бесконечное число раз вознаградится! Вот что нам обещает Христос! Это ли не радость, скажите? Если я знаю, что сейчас у меня зуб болит, но потом всё у меня будет прекрасно! Я буду здоров! Какая радость! Мы предназначены к вечной жизни, а не к этому мигу существования, когда мы проживаем мимолетный период только жизни! Вот к чему предназначены! Поэтому и в этом отношении действительно Христос рождается! Это наша действительная радость! Ну, простите меня, слишком долго говорю! Вот матушка и всё, к матушке виноват! Я никогда виноват не бываю! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ